В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги Лапкин Игнатий Тихонович «Открытым окном», том 8. «Мытарь и фарисей». Евангелие от Луки, 18 глава, 10 стих. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мэтр. Нужно понимать, что не только два, а двадцать, двести, две тысячи. И при том, это на две тысячи лет вперед. Будут люди торить дорожку в храм. Был даже фильм, где сказано было, для чего дорога нужна, если она не ведет к храму. И бросились строить храмы. Но смысл в другом. Если в храме мы находим Бога. Это молились два яковиста. Оба они признавали Бога Ягову. Храм – это единственное место на земле, где можно было достучаться до этого Бога согласно закона. Хотя Бог всюду слышал и давал дожди в свое время, как сказал апостол Павел. Деяния апостолов, 17 глава, 27 стих. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас». Как правило, объясняют эту притчу так. Вот фарисей – это дядька плохой во всем, а мытарь – это молодец. А ведь в конце говорится не о том, что он настолько плохой, что Бог его не слышит. Евангелие от Луки, 18 глава, 14 стих. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Одному ли два года тюрьмы, а другому шесть лет? То говорят, этот более получил. Но если тому ничего не дали, то уж так не скажешь, что более получил. Ясно, что тот же что-то получил. Для чего же мы приходим в храм? Так положено. А не придешь, тебе замечания сделают. Объяснительные надо писать. Но это и правильно, потому что канонические правила говорят. Два-три воскресенья без уважительной причины. Ты не был в храме, то ты теряешь уже членство в церкви. Тебя исключают. Оба они поступили очень хорошо. Я вам неоднократно говорил, что молитва развивается на три ступени. Первая самая широкая, самая замызганная. На ней все просители, там и буддисты, и мусульмане, и христиане, и еретики, все кричат «дай» и «дай», «сегодня же мне дай». Даже ничего не знающий человек, когда ему трудно, он кричит «Господи, помоги», «Господи, помилуй». Это прошение первоначальная ступень обращения к Богу. Вот на этой нижней ступеньке стоял мытарь, обидчик многих. Это не бедный, как рисуют его, но даже может быть очень богатый человек. Но у него не было богатства в совести, и вдруг она пробудилась. Этот человек собирал налоги. Очень востребованная профессия. Мытари учились, как правило, обманывать людей. Петр Первый говорил, кого на эту должность ставить? Самых наглых, наиподлейших и бедных. Они все равно разбогатеют. Он это прекрасно понимал. И вот этот человек не смел глаза поднять. У него внутри произошел переворот. И с этой ступеньки ему надо подняться на вторую. Вторая — это благодарение. На второй ступеньке уже занято. Стоит в подряснике и сарарим. Благодарю тебя. У меня все исполнено по канону. Все прекрасно. Но этим благодарю он начинает унижать стоящего внизу. И сразу оказывается ниже его, под ним. Я не такой, как прочие. Он начал подсматривать. Под этого мытаря подсматривал снизу. Он следил за ним. Я про тебя все знаю. Да если бы я лично не знал, о ком идет речь. Не знаю ни одного налогового инспектора, достаточно порядочного, чтобы можно было дружить с ним. Ведь раньше в России как было. Чтобы выжать налоги, все время работала специальная коллегия. Заседали люди и думали, где вы, за что вы зацепиться. С яблони, свиного рыла, с овечьей шерстки. Придумали с окна брать. Люди замазали окна. С трубы брать. Но без трубы нельзя. Мне отец рассказывал. Снимали трубу. Дыру замазали. Завалили. Я говорю, да как же печь топили. Соломы настелим. Дым выходит в двери. Лежим. Ноги поднимем. И чем больше придумывали, как изъять налоги, тем меньше поступало в казну. Люди изошвялись еще больше. Было около 120 пунктов, по которым брали налог. С бороды брали даже. Не додумаешься. Петр Первый умница. И были люди, которые откупались. Он говорит, сто рублей за бороду. А какая борода? Большая или маленькая? И тогда люди стали платить две дани. Их называют староверы-двоеданцы. Слышали? Вот поэтому налоговиков всегда ненавидели. Их приравнивали только к грешникам. Они шли в одну строку с ними. И поэтому фарисей на него смотрел единственно, как здравый гражданин должен смотреть. Пришел, размолился в нашем храме окаянный никониянин. А вот тут он со своими мерками осуждения оказался вполне неправ. Ты знал его, того, который был за порогом. Вот если бы ты там о нем говорил, так было бы все справедливо. Но грабитель этот, народный депутат, уже перед Богом стоит. Он уже не тот, какого ты знал по его досье. Господь говорит в Псалом 49, стих 15. Призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Когда ты говорил эти слова, уже до Бога дошли. Ты судил другого человека. Ты судил вчерашнего, а он стоит сегодняшний. Поэтому суд твой оказался неправедный. И Богу это не угодно. Иакова, 2 глава, 4 стих. Не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Чтобы правильные мысли заработали, оказывается, нужно читать Писание. И мы сегодня читали 2 Тимофею, 3 глава, 15 стих. При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение и веруя во Христа Иисуса. Он это забыл. Правильное мышление у того, кто приходит в храм. Богу нельзя задавать вопросы, потому что слово его уже вышло из его уст. Сказал Бог, да будет свет, а потом, да произрастет трава, а потом, светило на четвертый день, а свет в первый день. Тысячи лет люди спрашивают, откуда свет был, когда светил не было. Начинают там туманности светящиеся располождать. Сегодня придумывают нейтроны, завтра протоны. Доводят рассуждение до упора в сжатую молекулу. Притча Соломона, 28 глава, 6 стих, 26 стих. Когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Можно было по-другому сделать. Нельзя. Раз в Библии записано, мы должны только шагать вслед. И это изъяснять. Почему? Это 12 апостолов. То почему не 17. Никаких почему. Бог сказал, и на этом все. Теперь только из этого бери. Что тебе? Но только из этой цифры уже не выходи. Бог так сделал. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. А почему в другом месте написано, что молиться можно и одному? Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Ты же, когда молишься, пойди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Храм для того, чтобы собрать двоих, троих, 20, 30, 200, 300. Вот для того, чтобы нас объединить. Ибо мы виноградинки одной кисти. Для этого храм и нужен. Мы научаемся друг от друга. Смотрим друг на друга. Чистые или пасмурные глаза. Видим, что кто-то отсутствует. Почему-то его нет. Мы многому научаемся, когда мы собираемся вместе. Бог так установил. И они пришли. Мы три фарисей. Не язычник стоял на низшей ступени. Это тоже был еврей. Они сделали правильно, что в храм пришли. И вот здесь наступило разделение. Хотя квадраздел у них произошел раньше. Я хочу сказать несколько слов в похвалу этому фарисею. Все его ругают, а ведь у него столько хорошего. Посмотри. Евангелие от Луки, 18 глава, 12 стих. Пощусь два раза в неделю. Даю десятую часть из всего, что приобретаю. А если еврей не будет поститься, то его отлучат. Мытарь о себе не мог этого сказать. Мытарь мог поучиться у фарисея этому. Конечно. Вот учитель твой стоит выше. Подними глаза, посмотри на него. Ведь он людей не обирает. Не обирает. А тогда откуда у него это богатство? Фарисеем не был бы, если бы людей не грабил. У него родители грабили. Ему в наследство досталось. То есть началась бы покировка. Это могло бы, как и у нас, у русских. Храм — это не место для зависти, подсматривания. Кто какую шапку надел? Лисью или соболью? А чтобы посмотрел внутрь себя в храме, чтобы мы друг от друга получались и смотрели, как виденное. В другом лучшее мы его себе перенять в смелении. Даю десятину. Да ты и должен давать. Этим хвалиться не надо. Ты обязан отдать ее. Не будешь давать? Ты из числа сынов Израилевых уже выпадаешь. Ты не получишь благословения с неба. Это тоже хорошо, что честно отдаешь, даже и по мелочи. Но фарисей безымянный стал сравнивать себя со всеми, каких он видел там, за стенами этого свистилища, как блудники, воры, прелюбодеи. Вы знаете, что если в глубину смотреть с рассуждением, то мы все блудники. Иакова 4, глава 4 стих. Так, прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. А ведь любим мир-то. Редко кто не любит. Не надо думать, что если ты забился в монастырь, то ты не любишь этот мир. Еще так можно тосковать об этом мире. Как Мария Египетская, говорит, столько лет в пустыне, и запах вина ощущала, ароматы вдыхала. Какие ж у нее там ароматы. Это все было живо, только в уме. Пригрезется иногда, ночью ярче, чем наяву, увидишь такие искушения. Значит, верить в Бога со всей крепостью, силой, на этой ступеньке надо закрепиться. Фарисей мог бы в мытаре увидеть своего брата сейчас и протянуть ему руку, поднять его и возблагодарить Бога едиными устами с ним за то, что Бог тебя и его привел в храм. Ты, конечно, негодяй. Ты малый еврей и новый русский. Скольких ты ободрал. Но выходя отсюда, ты ведь негодник опять же за то же примешься. Приходит в храм с повинной, свечек пуда на два налепит, а сам деньги сначала переведет в заграничные банки, а потом приходит. Лицемерно согнулся, кается, бьет себя не в грудь, а по другому, а по тугому карману с долларами. Нет, ты их верни, эти миллиарды народу, обобранным вдовам, учителям, кому зарплаты, пенсии не выдавали. А теперь такого мытаря и душегубца вроде бы арестуют. Возьмут, держат его и опять под новую амнистию. Поэтому, что главный преступник их амнистирует всех. Эта притча сколько нам дает? Фарисей, он мог бы сказать, Господи, благодарю Тебя. Этот мытарь пришел. Мытарь – это страшное слово. Новозаветные люди взяли слово «мытарь» и применили только к бесам, к демонам. После смерти мытарства. И там истязают души грешных, нечистые духи. Мытарь и мытарство – это производное слово. Эти мытари истязали граждан своей страны. А ты платил налоги. Ах, ты не заплатил. Тогда предлежит опись имущества. Тогда детей твоих продать в рабство или для гаремов их кастрировать. И обман здесь на каждом шагу был. Сегодня компьютерная система. Все вносится и все отмечается. Все думают, как бы не обманули. Все равно обманывают. Залазит, как-то снимают со счета. Что угодно делают компьютерные воры. И каких только нет. Сегодня компьютерный киллер на каждом шагу. Обстановка была тогда до накала доведена. И он заботился о том, чтобы не стать таким, как мытарь. Только не таким. Евангелие от Луки 18 глава 11 стих. Фарисей став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, любодеи или как этот мытарь. А оказался, что они нисколько не выше мытарь. Почему? Потому что в глубину не проник. Я не таков. И начал перечислять грехи. А в каждом грехе он должен был себя увидеть виновным. Ты не блудник? Легко докажу, что ты и есть самый настоящий блудник. Не убийца. Да убийца ведь. Евангелие от Иоанна. Первое послание Иоанна 3 глава 15 стих. «Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной. В нем пребывающий. Ты в храме уже убиваешь, с тебя кровь течет. Брат-мытарь уже саббенный бьет себя в грудь. А ты без милосердия его добиваешь своими словами. Эти слова не мог же фарисей только сейчас придумать. Они в нем давно возрели. И еще пойдут с ним из храма. И он пронесет этого мытаря не раз и ни в одном месте. Было же с нами когда-то. Хотя бы раз. Что мы недобра кому-то желали. Было же. Когда думал. Или внутренне порадовался. Но погоди. Я же тебе не раз говорил. Как воспитывать детей. Не слушал. Это цветочки. Ягодки еще впереди. Как правило, начинаем думать еще. Вот у меня такие дети. Потому что у хорошего отца и дети тоже хорошие. Я как помню, пришли родители наши. А мне было лет шесть. С какого-то совещания в деревне. За то, что в колхозе разбирали детей. И мой дядя, умница, работяга, имел неосторожность сказать. У хороших отцов этого не бывает. Это все себе заметили. И буквально через день. Кого-то где-то обижали. И его сын в этом был участник. А мои родители пришли и несколько раз повторили. Вот у хороших отцов этого не бывает. Ты примерный отец. Я маленький был. Вовсе мне эта фраза запомнилась. Потом я ее здесь увидел. Когда стал ходить в храм. Вы, если хотите полностью узнать сегодняшнюю причину, Думаю, прочтите 72-й псалом. Давида. Просвещенный Духом Святым Оказался между этими ступеньками. Где-то завис и стал смотреть. Посмотрит вниз. Эх, как устроились эти люди. И как хорошо, заметь. Ложился спать бедный, а встал богатый. Этими окаянные ваучеры какие-то придумали. Обобрали народ. Утром встал, и он уже миллиардер. Теперь его не могут взять. Из-за границы не вытащить. Сначала его выпустили. А теперь начинают якобы преследовать. Никого не могут найти. Разыгрывается спектакль в стране. Я смотрел и увидел, что Псалом 72-й стих 5-й На работе человеческой нет их. И с прочими людьми не подвергаются ударам. Руки без мозолей. Кряжья не вращают нигде. И прокуратура выпускает их отсюда. И они уходят. Не могут из Англии. Их вытащить и из Испании. Псалом 72-й стих 16-й. И думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих. Господи, несправедливо как. Так воздай ему так, Чтобы по закромам и всюду, Чтобы нигде прислониться ему не было. Чтобы на них рана сплошная была. Но было трудно в глазах моих. Да коли не вошел я в освятилище Божие. И не уразумел конца их. Вот где в храме Божьем. Как только вошел он в храм, Послушал проповедь. Псалом 72-й стих 18-й, 19-й. Так, на скользких путях поставил ты их. Ты не извергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, Исчезли, погибли от ужасов. 72-й псалом стих 15-й. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, То я виновен бы был перед родом сынов твоих. Потому что Авраам так не рассуждал. Он не завидовал, ибо написано. Притча 24-я глава 19-й стих. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым. 24-я глава притчи, 3-й стих. Я позавидовал безумным, Видя благоденствие нечестивых. Исаак так не рассуждал. Он работал, но не завидовал. Если бы я стал рассуждать вот так, Зависть непрерывно поносить другого. Вот окаянный сбежал, Его миллиарды не взяли. Так мне звонят те идеологи компартии, Которые в самый момент перевороты Не успели награбить себе. Они думали, что партия вернется, И они будут на высоте. А она не вернулась. И эти идеологи, Партийные, От зависти лопаются. Заахали, Что к пирогу не успели. Они сейчас злобные такие, В газетах всюду про новую власть пишут, Как будто их людоедский режим Тогда был лучше нынешнего. В самый момент Дележа государственного пирога Они опоздали, Проморгали. И они сейчас злобятся, А в храм не идут, Чтобы уразуметь, Что тех-то Бог поставил на скользких путях. И когда Давид не разумел, И когда он тогда понял, То и дает себе характеристику. Псалом 72, стих 22. Тогда я был невежда и неразумел, Как скот я был перед тобою. В глазах своих однопартийцев И прочих лицемеров Ты патриотом выглядишь, Беспокаянным и жестоким Товарищем-подельником. Как пес сделался злой, Всех жалишь, кусаешь. Пока в храм человек не приходит, Ему кажется, Что ничего не теряет. Что не ходить в храм, В дом Божий, Но приходи в храм ты, Ты услышишь проповедь, Евангельское чтение, И ты поймешь, Что ты скотски прожил неделю, Жизнь, что как скот был перед Богом, И не разумел Божией истины. И Бог тебе это открыл сегодня. Ведь фарисей дал нам это общество, Школу фарисеев, любителей и ревнителей закона. Назовем его институтом фарисея. Дали нам апостол Павла, Когда человек воспитывался в строгой семье, Как у фарисеев, у старообрядцев. Там великие люди могут вырастать. Он воспитывался в такой старообрядческой семье. Калатан, 1 глава, 14 стих. И преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, Будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Они писание знали наизусть. Фарисеи дали нам из своей среды апостола Павла, Которому не было и нет поныне равных. Да он в числе двенадцати не состоит. Он тринадцатый. Но этот тринадцатый стоил всех двенадцати. Этот тринадцатый дал 14 посланий для нас. Это фарисей. Деяние апостола, 23 глава, 6 стих. Мужи-братья, я фарисей, сын фарисея. То есть у него в генах было это фарисейство. 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Что из этого фарисея будет, мы не знаем. Но написано, что он пошел, оправданный Богом, и человек осужденный. Беда у фарисеев была не одна, а двойное осуждение и хвастовство. Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. И это сделал, потому что положено. Я же человек, чего удивляться-то? Я должен был другим говорить о Христе. И горе мне, Павел говорит, если я не проповедую. Сегодняшнее евангельское чтение, оно в осуждении, в первую очередь нам, православным, и в самую первейшую очередь священнослужителям, которые про Евангелие не учат. Сегодня читается, как Павел пишет к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 12 стих. «Подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 3 стих. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Какой священник или архиерей может так сказать? Может сказать, ты помнишь, мы ездили в заграничную командировку. Это я тебе пробил путевку за то, что мы оба чекисты одинаковые, и архиерей, и архиекисты, краснопогонные попы. И вот ты там был со мной, ты можешь вспомнить. Вот там мы красной икры наелись, напились коньяка, а здесь вспомни, как били меня. Да тебе и не трудно вспомнить, ибо ты из детства знаешь Писание. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих. При том же ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Назовите из 156 архиереев у нас в стране, кто может сказать какому-то священнику, я знаю, что все это ты помнишь, ты из детства знаешь Писание. Ни один этого не может сказать. Ни патриархийные, ни заграничные ухватиться за эти стихи и сказать, мы же не похожи на первых благовестников, Господи. Что же мы фарисеяничим? Что мы хвалимся, что у нас вера православная, правильная. Да ведь мы рядом с православием не стояли и не нюхали этого православия, кроме дыма кадильного. Православие – это чистота. Взлет, разум, прорыв из этой тьмы, чудный свет и на третью ступень славословие Божие. Вот что такое православие. Православие – в чистоте души славить Бога. Уразумел это, когда пришел в храм? Пока не пришел, как скот я был перед тобою. Кто в храм не ходит, тот кто. Сделай для себя вывод. А ты ничего не разумеешь. Тебе кажется, что ты знаешь, у тебя дома записи златоуста. Слушаешь. Дома незримо. Я, общаясь друг с другом, в одном доме Божьем находимся. Мы дети одного отца. Мы только здесь узнали, что фарисей с мытарем встретились. Кто-то из нас фарисей, кто-то мытарь. И вот здесь мы научаться должны. Друг от друга. Мытарь посмотрел, посмотрел бы кверху и сказал. И я бы мог благодарить, как все фарисеи. И он не знает, что еще говорить. Но мог бы сказать. Вот они здесь, фарисеи. Им везде почет. Не надо завидовать его почету. Внутри не все в порядке у фарисея этого. У него широкий рот был. Беда вот в чем. Притча, 13 глава, 3 стих. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притча, 20 глава, 19 стих. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Златоуст говорит. Нагруженный корабль шел. Но внизу оказалась пробоина. И все просыпалось туда. И осталась одна пена хвостовства. Откуда ты знаешь, что с этого мытаря завтра будет? Да чтобы мытарю вернуться к своей молитве завтра, ему нужно сделать то, что сделал Закхей. Половину урезать с себя, половину с живота жирного убрать. А потом тонкому, звонкому и прозрачному начать искать, кого обидел. Я им всем возвращу. До четырех раз. Посчитай, как у тебя идет налог. Когда записан, сколько должен. Вот какую последовательность притча имеет. И рассмотрев эту притчу, понял, что это я мытарь. Мытарь, вернись к вчерашнему дню. Кого обидел, возврати. Все это мы, проникая в таинственность, сказанного Христом, находим для себя, чтобы не быть скотом, а быть подобным ангелом, воспевающим Христа на третьей ступени. И чтобы, аллилуйя, наша была светлая и чистая. Аминь. Да спаси Христос, братья. Слава Христу. Во славу Божию. Аминь. Спасибо Христос. Все, отхожу.